В имя Отца и Сына и Святого Духа ко мне приходят просьбы прокомментировать некоторые ролики по Невзорову у меня желания никакого уже нету я около 30 его роликов которые есть прокомментировал этого вполне достаточно ну вот говорят тут и новые люди появились вот смотри тут написано Михаил беседует и монах Григорий вот этот есть, я вот сейчас тут включаю чтобы понятно было о чем потом могу остановить, вот так сидят эти люди и беседуют с ним сейчас показано будет это Невзоров Александр Глебович они сделали как бы кадрами выпускает епископ какой-то далее, какие разные люди, вот этим видимо это монах имеется ввиду, а это похоже Михаил, он не поймешь кто он, православный, неправославный но почему, если они отошли от православия, как Журавлев до чего дальше ломать это снимите с себя одежду и живите если ты монах он не взлюбил патриархию от патриархии ясно отошел и ходит к Невзорову неоднократно я вижу, сидит он не надо быть каким психологом чтобы понять, что здесь превалирует мнение Невзоров, он сидит перед ним и прям ну видно, ждет какого-то ответа и все время, ну только ты считай меня за своего, как будто говорит а Невзоров прищурившись смотрит а Невзоров еще в табачных дымах, он ничего не понимает и не видит у Невзорова большая страшная беда впереди это я определенно уже знаю согласно Слову Божию и он перед ним прогибается прямо не знаю как да какой же ты монах после этого или кто ты там был, служил это видно, что в одежде такого одеты зачем ты к нему приходишь? ты приходи к нему с любовью к Невзорову он достоин того, чтобы пощадить его а не гнуться перед ним а тот прищурится и видно, да кто вас знает это племя Иродова он не верит ему? я смотрю, и он, Невзоров ему не верит совершенно сегодня ты здесь, а тогда ты где-то будешь ты православие изменил, ушел патриарха, клеймите со всех сторон патриарх, какую роль играет в вашем разговоре? никакой ты патриарха ненавидишь а поэтому пользы никакой от твоих разговоров не будет ты полюби его сначала как человека и молись за него другого выхода у нас нету я тоже не согласен с чем-то но выход один на молитве слезы вот я сейчас хотел показать как с ними беседовать надо когда люди попадают вот в это вот они, он пришел к мудрости как будто бы к мудрому человеку я отвечаю, притча 14.6 распутный ищет мудрости и не находит а для разумного знания легко никаких академий не надо ничего, Бог дает знания сам ну какие академии Петр Рыбак имел да ничего не имел Господь дает знания вот приходит к ним взор вот тот сидит среди этих манекенов там мозги какие-то муляжи у него отовсюду зачем ему нужно туда идти и в чем только объединяет их сегодня один грех осуждения не тот не молится, выходит нет а если ты монах ты уставы все нарушил ходишь по уставу все, которые на людях появляются они все нарушают устав они называются шатохи это бродящие собаки а бродящие собаки подлежат отстрелу они не подчиняются ни одному правилу монашескому над ними никого нет они должны сидеть в определенном месте и не появляться на людях нигде смысл монашества в этом заключается и без воли архимандрита там игумена не имеет права стены покинуть они где живут в мирских людях как они живут, никто не знает это лжемонахи, даже не псевдомонахи, а лжемонахи и одежда как этому Журавлеву Сергею она не нужна ему на эту клоунаду можно любой надеть дальше я отношу это во свете Библии мы беседуем это открытым оком серия у нас бесед идет и вот что здесь во свете Библии видится Исайя 28.7 ну и эти вот они сидят все шатаются от вина и сбиваются с пути от секеры священник и пророк спотыкается от крепких напитков побежденный вином обезумели от секеры в видении ошибаются в суждении спотыкаются а какое вино? вино ложное учение объяснение только одно ложное юридическое учение пришли к человеку, который преподает атеизм Немзоров, он вообще ничего не понимает атеизм, так как его можно преподавать? он же даже не знает, что урок-то как назвать уроки атеизма человек, как Тартулян говорит у человека душа по природе христианка мы говорим, какая душа? ну какая была в раю а когда согрешили, она язычница его учить не надо он рождается и его, говорит, подобно дикому осленку как его учить быть осленком когда он осленком родился? он дикий атеизму нельзя учить в природе абсолютно все настроены все органы, пять чувств на язычество глазами увидел захватил, ну как дикари его жена, моя жена, его дом, мой дом вот, его имение, мое имение это хорошо а когда от меня к нему перейдет это плохо ну это, знаете, менталитет зулусов и они вот это пропагандируют, пытаются в видении ошибаются в суждении спотыкаются они не понимают ни события мира, ничего почему? я покажу римлянам 1.22 называя себя мудрыми, обезумели златоуз говорит отвергать Бога может только безумнейший из безумных видя солнца, красоту неба, звездного ну, даже в Монтене написано отрицать Бога при гробе ближнего и под звездным небом могут только абсолютно отпетые идиоты или законченные преступники другого выбора нету Исайя 47.10 ибо ты надеялась на злодейство твое говорила, никто не видит меня мудрость твоя и знание твое они сбили тебя с пути и ты говорила в сердце своем я и никто кроме меня это вот я отношу к Невзорову который люди приходят за поношение патриарха православной церкви какая она бы ни была католиков придется отвечать сектантов никого нельзя поносить им просто сказать вы не понимаете, вот это место писания вы отошли от церкви у вас нет рукоположенного священства и вы не церковь сами себя самозванно назвали церковью вот это я могу им сказать и тут же добавить они по жизни живут более чисто, чем мы потому что православие, Библия вообще никаким авторитетом не пользуются а они, говорят, очищены через слово которое я проповедал вам Осия 14.10 это мы ведем в серию бесед комментариев во свете Библии но раз во свете Библии я по Библии и показываю я знаю, люди, которые тут сидят для них, может быть, никакой роли Библия не играет а для Невзора она вообще он придирается к каждому слову а почему? я покажу, почему он так действует кто мудр, чтобы разуметь это кто разумен, чтобы познать это ибо правы пути Господни и праведники ходят по ним а беззаконные падут на них то есть путем праведника к чему они призывают давайте, вот, жить так толерантность эту развести везде и как-то сосуществовать зачем? нам дано право страдать и умирать другого права нам Бог не дал гнали меня, будут гнать и вас ну давайте толерантными быть тогда мы выпадаем из того, что Бог обещал радуйтесь и веселитесь когда будут гнать, злословить велика ваша награда на небесах эти люди говорят, они или полуверующие или совершенно неверующие ну неверующие это невзоры говорят, эти двое я так их не могу понять почему он лепится к невзорову который слева сидит растрига какой-то он разочаровался в чем-то ну и что? это твой вопрос но когда ты собираешься в этом сообществе люди, которые в табачном дыму с которыми уже патриарх запретил или там патриархия запретила встречаться даже участвовать в диспутах это надо принять принять как данность потому что патриарху он избран да, избран не так, как я хотел жребий не был брошен но уже состояло все интронизация произошла и я каждый день могу только молиться за него благоговейно и при встрече поклониться ему и попросить его благословения больше ничего я не могу сделать и ты что, согласен с ним? меня спрашивают зачем меня спрашивать? когда я по Библии иду а он Библию не произносит даже ни разу иногда в выступлении мы настолько с ним разные но я его признаю я признаю Папу Франциска Менедикта я подойду под благословение меня это нисколько не смущает так православный будет против молиться нельзя благословение не сказано в канонах молиться с ним вместе признавать за все да и аминь где они молятся литургия мне запрещено я и не буду я там буду ну не надо говорить что я скажу везде аминь я не скажу мы были среди юридиков они пригласили молиться мы в коридор шагнули повернулись на восток помолились на них спрашивают а почему так сделали? потому что вы еретики я говорю и с вами молиться нельзя но мы можем помогать друг другу помогать а как помогать? то есть я знаю где можно потрудиться заключенным у них там достаточно имения завести необходимое и проще и мы среди них ведем работу дальше 1 Коринфянам 1.22 ибо иудеи требуют чудес и елены ищут мудрости вот кто ищет мудрости тут еще покажут какая-то инокиня там монахиня я даже не разобрал это но видно что в одежде прикрыто значит люди не от мира сего а как она встречается стоит смотрит там взрываются петарды зачем ей это нужно? покрасовать все в этой одежде так вы можете купить другую одежду вы уже связаны обето монаши вы обязаны выполнять все и сидеть за стеной она не должна нигде появляться даже встреча с родной сестрой которая не монашка только в присутствии старшей сестры и то на короткое время старшей там в монастыре ну видите князь Серебряный когда он пришел на встречу и как ну уже только так ради князя Тальков Игорь играет вот разрешили и то в присутствии а можно назад нет нельзя Колосинов 2.3 в котором в Боге сокрыты все сокровища премудрости и ведения не надо никуда бродить тем более с безбожниками с вероотступниками знать все и искать какую-то мудрость какие-то вопросы задают о папе зачем вам это нужно исход 22.28 судей не злословь и начальникам народа твоем не поноси проверим себя проверим себя на этом я могу обличать но не поносить я могу сказать самые горькие слова правды но не злословить деяние 23.4.5 предстоящие же сказали первосвященника Божия поносишь Павел сказал я не знал братья что он первосвященник ибо написано начальствующим народе твоем не злословь это говорит апостол которому казалось бы в Верховном Ветхозавете и законы по боку все не тут-то было а эти сидят первосвященники поносят на чем свет стоит патриарха меня спрашивают на какой стороне ты будешь стоял на что спрашивать я от тех людей которые патриарха судят и как от зачумленных отскочил бы почему Бог поразит их всех а они уже повинны смерти предстоящие сказали им что нужно сделать сказать только мы не знали что он патриарх они сказать не могут Павел давно не был и в Иерусалиме и первосвященническую должность они меняли там через год через два одеты одинаково но старые могли носить форму и они сидели одинаково он не знал что это первосвященник он не солгал 2 Петра 2.9.10 то конечно знает Господь как избавлять благочестивых от искушения а беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания а наипачи тех которые идут вслед скверных похоти плоти презирают начальство дерзки своевольны и не страшатся злословить высших тогда как и ангелы превосходя их крепостью и силою не произносят на них перед Господом укоризненного суда поэтому руки прочь от патриарха Кирилла конкретно вы желаете что-то ему сказать напишите как Березовский сделал да только напишите правду я тоже не один раз писал писал притом грозными словами заканчивал как вы патриарх будете отвечать за все что делается что вашим именем прикрывается но я указал места жития святых по которым он может проверить я его люблю или не люблю в моем послании так называемый письмо он мог увидеть только мою любовь о его бессмертной душе Иуда 1.8 так точно будет и с теми мечтателями которые оскверняют плоть отвергает начальство злословят высокие власти зачем они злословят и вот они об этом говорят и пытаются что-то как будто бы сделать а могут они что-то сделать нет ничего не могут они сделать они не могут почему я сейчас покажу смотрите слово Божие нам это говорит как эпиграф всему что мы говорим Иоанна 12.48 отвергающий меня и не принимающий слов моих имеет судью себе слово которое я говорил оно будет судить его в последний день последний день после воскресения из мертвых если оно это слово Божие будет нас судить то сегодня я должен все свои действия абсолютно все соразмерять с ним привести в мирное состояние со словом Божиим Невзоров его отрицает он издевается у него все капельным путем зарождается он сам может не знает откуда зародились у него эти мысли я ему покажу вот здесь это я на второй ролик там она о папе римском франциске пытается говорить и приходит этот я не знаю кто там Михаил чего он там его слушает он колобродец совершенно ничего не понимая человек облепленный демоном я говорю Анивзорове Александре Глеповиче он с ног до головы облеплен демонами легионом я сейчас покажу это Библия говорит он один ни одной минуты не бывает посмотрите на его лицо когда даже здесь перед экраном он знает как верующий как действует на детей не курить запрещает на экране а он наоборот только разжигает длинная люлька он умрет рак съест его как Александр Александрович Осипов такой богатступник был в Санкт-Петербурге пусть он познакомится с его биографией когда он выступал одна женщина крикнула ирак съест тебя и он в этом умер я был там в том месте где он был мне сказали вот здесь ему женщина крикнула в храме был в пропестах духовной семинарии академии один из самых умных в православии и запутали его кгбшники за ним числилось что-то теперь все это открылись документы где и он пошел против почему я не верю в Бога там Миролюбов много отвечал ему и говорит вы запутались в сетях атеизма я не карач чтобы запутаться запутался и как запутался про одного атеиста мне пришлось так считать он выступал такие лекции говорил относятся к нему или нет у меня данных нет но именно это было он сам описывает может пророчески о себе жена была у него верующая у того профессора общества знания выступал везде а она была прихожанка ну такая номинальная может быть но она крепко верила во Христа и любила мужа вот это несомненно и она все время молилась записки подавала обратимого мужа Александра господи но она когда вышла замуж она понимала ну он красавец высокого роста такой стройный видный ну вот как я даже не дворкин как сказать бывают такие ну просто видные вот епископ Иларион глядишь он статный такой ну не Олег же Синяев красота то есть какая-то и вот он заболел внезапно и тяжело болезнь его съела а жена молится в ее воображении она думала как он обратится она придет к батюшке и скажет батюшка она священнику не раз говорила ну молись мать Моника молилась же и обратился у нее муж вот обратился и твой муж может обратиться и сын Августином станет и он и полностью высох весь и однажды говорит ей Тоня почитай чего-нибудь мне она смотрит удивлен на него какую книгу почитать Исаак Ньютон ответил есть одна книга Библия прочитай из нее он посмотрел только глазами она увидела Евангелие стоит она выдает он часто пользовался ну как атеист и она все поняла и она закрыв говорит лицо горько разрыдалась она ждала этого момента но не таким раздавленным высохшей мумией он придет глупая женщина ну Богу ли командовать когда ну мать она с Федором Урлеевой она просила ну просила ты чего просила моя воля будет ты просила его обращение ты другого не просила чтобы королем вернулся и на коне на белом въехал в храм нет ну вот он обратился теперь а болезни это вестники смерти это слуги Божии вот что может быть у невзора но у него жена это такая же она какие-то когти носит здесь на шее видно что она же видимо и в храм не ходит с когтями то ее не пустят дальше обращайте их к закону и к откровению если они не говорят как это слово то нет в них света что говорить невзоров проверять не надо там ничего нету ни порошинки нету там одна страшная нечеловеческая злоба злоба я за него молюсь каждый день он мне дорог он как бич Божий и он нужен сегодня но я именно о душе его говорю прямо показывая кто он такой есть а для православных может быть так и есть но он от православных то ничего не пострадал я пострадал я от них так пострадал как может ни один человек в Советском Союзе они на меня писали они меня посадили они везде все блокируют я выступаю я в десятках школ выступаю они за мной гонят в Алтайской правде пишут статью кто такой Игнатий Лапкин там подробиник Зоя Крахманникова из Москвы пишут кто такой Игнатий это исповедник Александр Нежный там подписался в мою защиту они клеветники меня преследовали но для меня они по прежнему остаются теми же за кого я молюсь главный вдохновитель был Николай Павлович Войтович отец Николай он умер я за него молюсь это все временное и наши эти временные вот эти условия Бог создает благодарю Господа за гонения за поношения за тюрьмы мне это надо было но они-то попадают в другой разряд они в числе гонителей Господи не вмини им этого во грех так они не верующие не вмини им во грех и чтобы неверие превратилось в веру Лука 13.19 я сразу отвечаю на два ролика на тот когда он беседует о Франциске и вот это там иезуит и он такую околесность угородит плетень терновый а оно подобно зерну горчичному которое взяв человек посадил в саду своем и выросло и стало большим деревом и птицы небесные укрывались в ветвях его в том что говорит Невзоров никто не укроется там только демоны могут укрываться в его этих скафандрах в его черепах мертвецах а это говорится зерну горчичному слово Божие подобно и человек будет христианином такой как Иоанн Златоуст как Павел Апостол и там ангелы небесные слетаются и отдыхают птицы небесные в ветвях его то есть в плодах а у них как теперь я уже обращаюсь к тем которые сидят перед ним этот я не знаю может ошибаюсь Михаилом его звать а тут Григорий справа Серахов 28.9 в Библии на главу меньше 27 птицы слетаются к подобным себе и истинно обращаются к тем кто упражняется в ней но мы знаем Христос есть путь истинной жизни зачем они слетаются к невзорам и вот ходит он где-то кого-то записывает ага Суздальские против Валентина гнали теперь Федор дай-ка я интервью там запишу запишу тех которые против патриарха говорят так выходит специальная задача стоит собирать всех которые недовольны патриархом но даже собрал дальше это дело нет никакого ну что ж собрал даже все пусть будет правильное выхода то никакого нет да они такие они захватывают вооруженным путем ОМОН на их стороне но на них дубина готова своя но я участвовать не буду никогда в этом я могу только плакать и молиться что достигнув такого высокого поста они не знают Бога у них не было рождения свыше они не знают что такое слышать голос Духа Божия двигаться совестью вот это слепление с властями а унизоров других эти уже которые блудницы прислали ноги выше головы в храме Христа Спасителя грязные самые последние грешницы и они они страдают за правду они защитники православия такую блевотину изрыгает из себя этот невзоров он что совершенно обезумел разве не видно что они пришли с другой целью если они хотели это сделать они построили маленький вертеп себе и там бы задирали ноги и в их понятии какое православие за него боролись но показали бы хоть одного православного который получился из неверующего но они ничего не могут показать это грязные самые грязные люди их там называют на букву Б и какие только они есть их нельзя опровергнуть этих людей которые на них говорят просто существа грязные твари и теперь пытаются что-то за них я говорил их трогать нельзя с первого дня абсолютно нельзя трогать за них можно было только молиться а храм а храм закрыть на замок на три месяца и никого не запускать все эти игральные свои залы там сдают под арен все закрыть и каждый день три месяца девяносто дней не отходить от храма Христа Спасителя запрудить всю площадь где все российские не стояния просто а молитвенное стояние день и ночь при любой погоде круглосуточно девяносто дней молиться вымолить у Бога прощение не им а самым себе это благодаря вашему невежеству что вот это корыстолюбие предательство трусость священство они привели к этому они же здесь жили они ну почему они взоров против баптистов то не воюют против адвентистов седьмого дня против свидетелей его почему ну вопрос задайте этот и спросите у вас отношение к ним другое он скажет да они мне не нужны они вот не нарушают не лезут в школы там свои какие-то православную культуру они не лезут в воинские части они сейчас все подминают под себя везде зачем это нужно и поэтому им не отбиться от этого я вот сегодня посмотрел там выступает какой-то Рослов Владимир Андреевич это люди тяжко больные даже в психическом состоянии он что угодно говорит смотрит он ничего не понимает и целый там большой круглый стол в некоторых местах еще показывает там какая-то женщина сидит и рядом отец Глеб Якунин какие-то руки парализован этот зачем сидит это исповедник Христов которого люто ненавидит этот самый Невзоров зачем я в этом вопросе понимаю так птицы слетаются к подобным себе отца Глеба обидели да действительно обидели несправедливо я с ним встречался у меня есть его интервью которого нигде нет оно еще не опубликовано вот слово сказать представьте интервью я у него беру 6,5 часов и потом еще полтора часа вот представьте 8-часовая пленка одна записана на завтра я снова встречаюсь и еще примерно столько же интервью беру у него он умница я приехал сюда и в КГБ в разговоре сказал с Глебом Якуниным встречался то другое а вы Игнатий Тихонович не могли бы дать нам послушать нет конечно зачем но меня курировал когда я сидел один из КГБ Никулин Юрий Михайлович он был подполковник потом полковником стал настоящий интеллигент прошу выслушать только когда меня освободили первый раз перед освобождением он приехал в тюрьму и говорит вот ну вы вы должны вот это написать там вот то другое вот что не будете распространять архипелаг ГУЛА да я его и не буду зачем мне нужно я верующий человек ну вот так так вот видите тут разговор идет вас освободить а вот этого не надо делать я сразу сел и написал категорически отказываясь от освобождения он взял бумагу вам что-нибудь сейчас нужно я говорю нужно чтобы вы ушли от меня дали мне свободно помолиться он сразу вышел из кабинета а то внизу там не следователи ну где следователи бывают я встал на колени и долго я молился видимо ему видно было что я окончил молиться и он в это время зашел знаете вот эту бумагу вот я вам показываю вы написали чтобы вам не освобождаться вы здесь не нужны вас там тысячи людей ждут а здесь мразь преступники вы должны быть там представьте это говорит мне подполковник КГБ приехал по полной форме одеты щиты и мечи на нем а вашу бумажку я рвет вот так вот порывает но я то остался тем же да златоуса своего мешками распространяйте никого это не касается понимаете как и он приехал на своей машине и на машине меня привез домой мы вошли ну дома было только я когда вышел и в это время жена принесла передачу а я выхожу из тюрьмы и мы вместе встали на колени а рядом стояли сотрудники КГБ вообще картина была незабываемая представьте себе тут же следователь мой стоит следователь был Кищугов Виталий Николаевич городская прокуратура города Барнаула 1980 год ну где-то примерно в октябре это было еще солнце хорошее светило он привез меня домой Никулин Юрий Михайлович и говорит он говорит немножко как-то вот так вот у меня двородный брат такой был знающий себе достоинство интеллигент в самом положительном высоком смысле я ему что-то давал он говорил мне и он говорит я обещал вашей матери Марии Егоровне вернуть вас домой то есть до суда дело не дошло четыре с половиной месяца я пробыл и меня освободили я выполнил свое обещание а когда второй раз меня посадили уже с судом с лагерями загремел потом когда вернулся опять встреча была он приезжал ко мне покупал книги мои там про него написано согласитесь Игнатий Тихонович что дураков хватает и у нас и у вас я когда узнал на пенсии было что вас посадили я приехал в КГБ Ленина 30 и сказал что вы делаете кого вы сажаете какого вы врага в нем нашли ну не согласен он с попами со священниками во власти там вообще я власти не касался но так как слепление было с властью то меня они священники подали списки на нас кто приходил мы занимались исследованием слово Божие по святым отцам три раза в неделю по два часа собирались ну и вот такая история но отношения мои ни с кем не изменились я продолжал молиться теперь 1 Иоанна 2.15 не любите мира ни того что в мире кто любит мир в том нет любви очень вот те которые ходят я вижу они прямо лепятся к мирскому Александр Глебович это в чистом виде рафинированный безбожник отступник и как вы можете лепиться к нему вы помогите ему не любите того что мир вот теперь дарты там взрывы стоит вам это не надо мы тоже слышим на новый год бывает мы не интересуемся мы никуда не ходим 31 декабря мы ждем 12-24 часа и становимся на колени и молимся молимся за правителей за Владимира за Дмитрия за Барака всех Кирилла патриарха всех главу администрации я должен молиться в день не менее 7 раз за них Солом 118 164 стих 7 кратно в день прославляю тебя за суды правды твоей ни президента никого не надо поносить злословить нужно только молиться и помогать людям осознать что они без Бога ничто Евангелие это Иоанна 15.5 без меня не можете делать ничего то есть злодейство только можете делать а эти поношения там русские для русских все идут это люди кем-то направляются свои гапоны стоят эти люди ничего не знают они живут в блуде в преступлении мы никому такие не нужны дальше 1 Иоанна 2.15 не любите мира не того что в мире повторяю еще раз кто любит мир в том нет любви очень это несовместимые понятия 1 Иоанна 4.17 любовь до того совершенства достигает в нас что мы имеем дерзновение в день суда потому что поступаем в мире всем как он если бы мы поступали как Христос так не взор 99.9% обвинения это снял бы мы сами вызываем огонь на себя недостоин своим поведением я показываю на себя вот мое одеяние я в городе вот в таком одеянии хожу я этим не хвалюсь просто такой как есть ну не взоров лучше меня живет я занимался в уголовном розыске с собаками ну и правило такое собаку кормить ешь то что сам ешь я сразу сказал если я буду кормить что я ем она сдохнет через неделю в старое время при тех деньгах у меня уходило при работе на стройке катать бетон 9 рублей 80 копеек иногда 10 вот пусть они так поживут как я они с ума сойдут а для меня это радость великая и на меня на взорах он даже и узнает что я его не одобряю ну что он меня может сказать в чем меня обвинить да я еще прислушаюсь враги нам лучшие друзья и не тот кто друг кто медом мажет а кто правду в глаза скажет может быть он и действительно скажет Матфея 12.43 это прямо к тем которые знали и отошли такие как Невзоров почему его постигла такая трагедия он говорит что учился 4 года ну о нем говорят и он сам говорит может быть не 4 года в семинаре это он был бы уже священник значит 4 года если он учился даже год он причащался но это определенно и четко а теперь вот кто-то пошепчет батюшка и хлеб превратится в кусок мяса это все во что я верю это Льва Толстого взял у него тоже улум-то короткий вперед-то он на полшага по бабе не смотрит Жириновский это понимает а вот Невзоров не понимает когда нечистый дух выйдет из человека то ходит по безводным местам ища покоя и не находит тогда говорит возвращусь в дом мой откуда я вышел и придя находит его незанятым выметенным и убранным тогда идет и берет с собой семь других духов злейших себя и войдя живут там и бывает для человека того последнее хуже первого так будет и с этим злым родом у него там в каждом скафандре легион сидит и ходят называемые православные сидят а он дымит и что-то многозначительно пытается о папе сказать да вы каблука папиного туфля не стоите если там есть каблуки говорить о папе римском сравнивать с патриархом ну ты говори об этих вот трупах о мозгах о лошадь какая-то ободранная стоит мускулы все видать ну там анатомической занимался даже сто лет занимаешься и ты никогда не узнаешь красоты человеческого тела в лепоту обличься душа наша как и у Христа 1 Иоанна 5.17 и когда говорит от Невзоров у него правда мизерная там что-то она все время у него какая-то не то что гротескно выпукло там гипертрофировано все показано любой недостаток и он не знает его происхождение не знает как избавить людей от этого одна ему говорит почему от вас такой негатив идет он не знает как это подтвердить чем только своим умом я должен все время ссылаться на Невзоров вот вы меня сейчас слышите вы забудьте что я лапкин Игнатий Тихонович так говорит Иван Гристиан всякая неправда есть грех но есть грех не к смерти 1 Песня Никистам 2.16 которая препятствует нам говорить язычникам чтобы спаслись и через это всегда наполняют меру грехов своих но приближается на них гнев до конца я отношу это в первую очередь к священникам никто сегодня не препятствует нам так свидетельствовать о Боге как они ну не патриархийно нет нет не прилагайте к ним в Японии тысячу лет назад допустим было пронесите мимо но подумайте а может что-то все-то относятся я то не говорю я не называю патриархийное не заблокируйте мозги свои от моих слов Ефесянам 6.12 потому что наша брань не против крови и плоти но против начальств против властей против миров правителей тьмы века сего против духов злобы поднебесной вот с чем мы боремся не с невзоровым не с щапленым мы боремся с бесами с демонами вот он обуянный сидит он бесноватый атеист безбожник боритесь с демонами за эту душу Евреям 10.26.31 ибо если мы получив познание истины а он же был в семинарии произвольно грешим то не остается более жертвы за грехи то есть для него Христа уже нету но некое страшное ожидание суда и ярость огня готово пожать противников некое страшное ожидание огня вот я это покажу невзорову да что меня пугаете я в это не верю но неверие не уничтожает сути то что я вот сейчас сказал в это верят 2000 лет люди и что некое страшное ожидание в это верят и мусульмане хорошую религию придумали индусы поет Высоцкий теперь он узнал какая это религия хорошая во что он переселился ничто кроме ада не наследует люди которые пьянствуют наркоманы пьяницы старости Божьего они наследуют кто там делает эти ролики берет Высоцкого вы ничего не понимаете вы в бесовщину играете если отвершись закона Моисеева то есть у евреев закон действует при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью то есть не удивляйтесь по еврейским законам сегодня тех кто отрицает закон Божий Моисеев должен умереть я его не отрицаю Низоров отрицает наказан будет так то сколь тягчайшему думаете наказанию повинен будет тот кто попирает сына Божия и не почитает за святыню кровь завета который освящен и духа благодати оскорбляет мы знаем того кто сказал у меня отмщение я вас дам говорит Господь еще Господь будет судить народ свой страшно впасть в руки Бога живого это ко мне относится это относится к невзорам и те которые рядом сидят лучше бы не познать пути правды евреям 10.39 мы же не искалеблющихся на погибель но стоим в вере ко спасению души не лежим как мы русские мы русские мы все равно поднимемся с колен что вы имеете ввиду в песнях поют на коленях да нет пьяные лежат поставили враги их на колени а мы стоим всегда а на коленях мы только временно когда молимся евреям 6.4.8 это в первую очередь относится к тем которые причащались тела и крови христовой ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного и соделавшихся причастниками духа святого и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века и отпадших и что невозможно опять обновлять покаянием когда они снова распинают себе сына Божия и ругаются ему вот это все вплотную идет сегодня к тем которые попали под это это могут быть верующие могут быть патриархи кто угодно он говорит на невзор всех собак не надо вешать мы сами хуже псов земля пившая многократно сходящий на нее дождь и произвращающая зла полезный тем до которых и возделывается получает благословение от Бога а производящая тернии волшцы негодные близка к проклятию конец которого сожжение я вот смотрю когда этот беседует ну может быть я неправильно я говорю кто говорит я был там православный патриархи как его знает Михаил и ко всем кто участвует скажите как вы встаете утром я хотел бы посмотреть ну у меня снимают как мы встаем мгновенно в 4.40 привели себя в порядок сходили на улицу это частный домик и сразу же мы начинаем молиться все кто у нас за стенкой есть все приходят мы одновременно остановимся на молитву читаем правила утренние поклоны господи владыка живота моего в землю при том все поклоны 12 их всего 17 все в землю а потом еще 100 поклонов в землю и далее чтение псалтирия одну славу а если кто умрет то читаем целую кофеизму и читаем с толкованием святых отцов наша жизнь открыта мы об этом говорим как вы встаете а далее а встанете ли в следующий раз расскажите о вашем времяпровождении ночью сколько раз становитесь на молитву о чем молитесь и какое место в вас занимает молитва Иоанн Затаус говорит так если я узнаю что ты не молишься я заранее могу сказать ничего великого ты не сделаешь Иоанн 15 22 24 если бы я не пришел и не говорил им то не имели бы греха а теперь не имеют извинения во грехе своем ненавидящий меня ненавидит отца моего если бы я не сотворил между ними дел каких никто другой не делал то не имели бы греха а теперь и видели и возненавидели меня и отца моего он все кощунствует переворачивает носом своим как говорится свинья под дубом о чем пишет Есенин в письме к Демьяну бедному ты только хрюкнул на Христа Ефим Блакевич придвор это прямо относится к Невзоровой и ко всем кто слушает то что он говорит то есть ко всем кто жирает блевотину которая изрыгает безбожники не только он это может относиться и к верующим Иуда 1.10.13 а сии злословия то чего не знают что же по природе как бессловесное знают тем расслевают себя ну что знают прыгать друг на друга горе им потому что идут путем каиновым предаются обольщению мзды как валам и упорством и упорстве погибает как корей таковые бывают соблазном на ваших вечерах любви пиршествуя с вами без страха уточняют себя это безводные облака носимые ветром осенние деревья бесплодные дважды умершие исторгнутые свирепые морские волны пенящиеся с ромотами своими звезды блуждающие которым бледется мрак тьмы навеки то есть мрак сохраняется чтобы навеки погрузить туда человека ну один раз бы это вот прочитал да что же так корей погибает да я какое отношение имею к корее да не буду этого делать а кому это относится ко всем от патриарха до низшего от ленина до невзорова был такой святой Исидор Пилосиот он говорил предвзятость не дает здравого мышления а злоба вообще отнимает разум это относится опять же ко всем если вы возненавидели патриархию вы о ней никогда не скажете хорошее я знаю откуда происхождение ее и прочее но я должен видеть живых людей вот и местный епископ нас терпеть не может ну и что это его так он говорит мне священник говорит каждое партияное собрание вами он начинает говорить выступать и вами заканчивает и никто это мне говорит а их один из них ну и что бог меня будет судить не по его словам судить а его будет судить за его слова вот это я точно знаю а вы как а мы каждый день начинаем молиться и за них и молимся этим заканчиваем то есть у нас разный подход предвзятости не должно быть марка 5.9 и спросил его как тебе имя и он сказал сказал в ответ легион имя мне потому что нас много вот много которое атеистов поддерживает и выступает за то чтобы детям не преподавать да не надо преподавать это пахли под костер они уже прокляты жены их злы дети бессмысленны проклят роды их а они не приготовлены к вечной жизни а кому прийти они придут в школу не надо лезти вы посмотрите как ведут себя дети но главное что вот этот который сидит и он в школе чтобы не было чтобы о Боге не знали комсомольская правда писала про одного генерала майора в отставке как он в школе преподавал приходил уроки мужества патриотизма преподавал но вышел на остановке стоял и в это время кто-то подошел у него попросил запросил там рубль 2-3 рубля дать ну у него может денег не было не дал он как дал ему и с ног долой а их было трое они начали его пинать и он я говорит видел только мелькание этих ботинок и рядом вижу на остановке стоят военные а он пришел то еще и в форме к ним и ни один не подошел а до этого он говорил какая у нас молодежь она в Бога не верит перед ней все открыто то есть бестормозная а теперь его берут интервью и спрашивают и какие у вас мысли были одно только думал пулемет 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 бы мне я строчил строчил и строчил бы вот на невзорах еще готовится это все еще придет плоды которые вы высеваете да дал бы Бог вам увидеть и тогда Бог может вас привести к спасению вы скажете зачем мне зла желаете как зла добро по вашему мнению вы же людей от Бога отвращаете преподаете уроки атеизма уроки атеизма чтобы люди были хуже бродящих собак Матфея 23.15 горе вам книжники и фарисеи лицемеры что обходите море и сушу дабы обратить хотя одного а когда это случится делайте его с сынами гены вдвое худшими вас конечно это речь идет о книжниках фарисеях но люди и другие могут сюда относиться как-то рисунок такой был я видел мальчишка сидит бабушка то его заставляет видимо или он сам уже читает и он до этого места дошел фарисеи садукеи а бабка видно на кухне возится баба а кто это такие книжники фарисеи садукеи ох говорить-то неохота ну пойдешь в церковь когда сам узнаешь больше ничего не надо 2 царств 669 и когда дошли до гумна нахонова оза простер руку свою к овчегу божию и взялся за него ибо валы наклонили его но господь прогневался на озу и поразил его бог там же задерзновение и умер он там у ковчега божия и опечалился давид что господь поразил озу вместо сии до ныне называется поражение озы и устрашился давид в тот день господа сказал как войти ко мне ковчегу господню вот это отсюда вывод что своими силами пытаться поправить что-либо нельзя никакие реформаторы никакие диамиды никто не может поправить дело божие как только сам бог мы должны говорить ну давайте патриарха сместим ну давайте Невзорова уберем православные вполне могли бы пожелать ему смерти там предать анапими его и я думаю даже кое-кто из православных мог бы обратиться к каким-нибудь вуду чтобы там куклу протнули и Невзорова умер это может быть я в это верю в житие святого Василия Нового там была такая милитина одна ведьма и она останавливая птицу на лету движение реки могла остановить и все в окрестности мужчины с ней впадали в блуд а Григорий ее оттолкнул да ударил и она навела на нее такую болезнь что он уже плыл в реке смерти показано было ему так что Господь поразил Лозу Давыд устрашился это для всех которые пытаются дело Божие поправить своими силами а как не своими силами Словом Божьим я хочу поправить я вижу что многое отступление а как молитвой помощью этим людям свидетельством им отделитесь народ мой куда отделитесь сектантским умом двигаться будем там написано когда выйдет из нее народ мой речь идет о городе от которого все обогатились и понимаешь это Москва Семехолмовая а тут и там толкование дается 18-17 глава апокалипсиса выйди откуда из народа сегодня прямо об этом говорят если начнется сегодня такая заваруха то бегите скорее из города на 120 километров от Москвы запружены дороги будут приготовьте место себе где бы в деревне выйдите из этого города Вавилона а не выйди из Москвы от православных выйди оттуда ну ложное толкование привело к ложному дроблению ну и все остальное дело Божие не поправить хотя я очень желаю этого я желаю этого через просвещение людей священников помогать им вот у нас вышел толковый новый завет ну и книги дарю первое Коринфянам 6.5 к стыду вашему говорю неужели нет между вами ни одного разумного который мог бы рассудить между братьями своими вы идете к неверующему человеку который пыхтит этой зловонной трубкой которая набита конским навозом как говорит Ян Кронштадтский и уста его зловонная клаака зачем вы туда идете все приносите ему отчеты как будто бы сатана в аду сидит а к нему демоны прибегают вы хотите под эту картину подыграть не делайте этого эти опыты были везде невзоров если он не обратится будет в аду это определенно он не заслуживает никакого снисхождения по слову Божию но он живой и в моей молитве Александр ежедневно повторяется я ищу соратников которые бы помогали мне молиться молитва за него идет очень трудно ну я просто имею полувековой опыт а за Михаила Горбачева молитва идет легко я не могу объяснить у меня опыт осознания но не объяснение это не объясняется почему не знаю просто вот так есть я из-за Германа Стерлигова молюсь приезжал у нас тут был кинорежиссер Карен Геваркян Людмила Плет чтобы она познала истину изо всех еретиков то есть это наша обязанность я верующий и поэтому вот рассматривая этот ролик где с ним говорят я это отношу и к другим вам приносить отчеты невзорова не надо его душа истерзана она болит она вся в язвах он весь облепен демонами демонической силой у него взгляд поведение как он смотрит все абсолютно говорит об отверженности как этого не понимать поэтому пусть он в вашем сердце отразится как человек тяжко неисцельно больной но Бог силен воскрешать и умерших Богу нашему слава во веки веков Аминь Субтитры создавал DimaTorzok